Дома 46 дробь 3 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 некачественно оказанных услугах. На составление акта следует позвать представителя вашего ЖКС. Второе. Высов представителя нужно оформить письменно, причем писать ЖКС следует не раньше, чем за два дня до составления акта. Третье. Если сотрудник не явился на составление акта, это проблема коммунальщиков. Для легитимности документа достаточно подписи трех жильцов дома. Четвертое. В акте необходимо указать адрес дома, описать проблему и срок ее неустранения, и, разумеется, подписаться. Не забудьте поставить дату. Пятое. Акт составляется в двух экземплярах. Жильцы должны зарегистрировать акт-претензию в своем ЖКС. На копии акта, который остается у жильцов, сотрудник ЖКС должен указать дату поступления акта, свои фамилию, имя, отчество и должность, а также поставить печать. Шестое. Если вам отказывают в приеме акта, отправляйте его рекомендованным письмом по почте с обязательным оформлением описи вложенных документов и уведомлением о вручении вашего письма-адресату. Седьмое. Акт должен быть рассмотрен в течение месяца. Если ЖКС не дал письменного ответа на вашу жалобу через месяц, вы должны обращаться в вышестоящие инстанции. Также вы вправе обратиться в прокуратуру. Восьмое. Первым делом вам следует обращаться в районную администрацию. Именно она несет ответственность за действия коммунальных предприятий. Девятое. Если вы не добились успеха в райадминистрации, обращайтесь в департамент городского хозяйства горсовета. Телефоны 705-48-51 и 705-48-52. Десятое. Все жалобы необходимо оформлять письменно в двух экземплярах и оставлять у себя завизированную в ведомстве копию. Одиннадцатое. И последнее. В прохождении по всем инстанциям вам поможет горячая линия Одесса под контролем. Телефон 706-38-96. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова